Здравствуйте, друзья! С вами Александр Птичкин, автор сайта Multorocky.ru Продолжаю серию коротких двух-трехминутных видеоответов на ваши вопросы А вопрос заключается в следующем Он мне понравился, и я решил сделать на него видеоответ У нас есть две фигуры И в зоне пересечения этих фигур, когда они наезжают друг на друга, появляется другой цвет Хорошо, давайте это реализуем Ничего сложного здесь нет Ну, для меня ничего сложного, для вас, как новичка, наверное, это сложно Итак, файл «Новый проект» Из готовых выбираем прямоугольник и рисуем прямоугольник Вы догадались, что этот урок не будет на 2-3 минуты Потому что, как всегда, как и во всех своих уроках, я рассказываю обо всех подводных камнях Все аспекты рассказываю, которыми я это создаю Чтобы у вас потом в дальнейшем не возникало каких-то вопросов Хорошо, смотрите, вот у этой фигуры не будет меняться цвет Хотя, видите, я здесь что-то меняю, здесь что-то меняется Потому что цвет в НМС-студии меняется только после инструмента выбора формы Почему? Потому что в этом слое может быть сотни десятков форм Всего лишь в одном слое И какой цвет вы меняете, непонятно А вот выбирая инструменты выбора формы, вы с легкостью будете менять цвет Менять цвет как и заливки, так и контура Я сделал на этот акцент, потому что мне недавно задавали вопрос И я бы хотел просто ссылаться в дальнейшем на этот урок, что в нем показывал довольно новый урок Хорошо Этот слой давайте назовем букву КП, что это прямоугольник Создаем еще один векторный слой, это будет окружность Создали слой, выбрали из готовых овал И смотрите, чтобы овал не было овалом, зажимаем клавишу Shift Ну, в задании у нас дана окружность, хорошо, пусть будет окружность И давайте сделаем так, чтобы эта окружность проходила не в середине, а вот даже по границе Вот так будет интереснее Хорошо Создаем групповой слой, объединяем два этих слоя в группу А теперь давайте я расскажу идею Смотрите, у нас есть слой И этот слой должен поменять цвет тогда, когда на него наедет вот эта вот окружность Ну, по факту и окружность у нас меняет цвет То есть, кто из них будет менять цвет, это абсолютно не важно Ну, удобно, например, сделать в данном случае с квадратом Но если хотите, делайте с окружностью Хорошо, теперь важное отступление Почему урока получается длинный Смотрите, нам важно определиться, а вот этот объект у нас будет двигаться Если объект не будет двигаться, мы просто из этого слоя создаем дубликат И в дальнейшем с ним работаем, уже будем работать, и вы увидите как То есть, достаточно дубликата слоя, который будет стоять просто на месте Если этот слой двигается, то тут все немного по-другому Итак, смотрите Это легко реализовать в 11 версии программы Мы выбираем этот слой, и я создаю Вот, жму вот сюда, создать Как он здесь называется у них? Reference layer То есть, ну, реферальный слой, слой, который повторяет, да? Повторяет все движения И смотрите, каким образом он работает Я вот стою на этом реферальном слое и сдвигаю его вот сюда немножко А теперь смотрите, перехожу в первый кадр, выбираю этот инструмент И уже инструменты перемещения слоя, видите, двигаю один, и за ним двигается другой слой То есть, как он работает? Вот какой-то один параметр мы в нем поменяли, например, переместили с помощью вот этого инструмента И на этот инструмент этот слой уже больше не будет откликаться Вот смотрите, я вроде бы и перемещаю фигуру Ну, на самом деле, вот я еще не выбрал этот инструмент Вот, вроде бы перемещаю, а она не двигается Почему? Потому что я к тому слою применил вот тот инструмент изменения по точкам Зато он прекрасно будет перемещаться, масштабироваться и использоваться на нем все другие инструменты Которые не были применены вот к тому внутреннему инструменту Слою точнее Хорошо, вот такое отступление я сделал Давайте я вернусь в нулевой кадр Эту штуку я удалю И давайте еще раз, например, создам reference layer Ну, какая разница, что создавать дубликат или референс, это не важно Итак, что мы имеем? Мы имеем черный слой Теперь нам нужен слой Слой того цвета, который должен появляться Выбираем этот слой Выбираем выбор формы Выбираем эту форму И меняем цвет на белый, либо нужный нам Какой цвет должен появиться Тот и Тот мы сейчас и задаем Если вас напрягает вот эта вот черная рамка Вроде бы здесь какая-то граница есть На самом деле ее быть не должно, потому что пиксель в пиксель Но если напрягает И такое действительно появляется А, как я говорил, всегда лучше плюс один пиксель делать запасы То есть, когда вы делаете мультфильм, не надо вот ровно по синей рамке По рамке камеры делать Сделайте с заездом на 5 пикселей На всякий случай А вдруг камера дернется И у вас получится черное пятно То же самое здесь Увеличьте просто Вот этот слой Будущий маскируемый слой Белый На 1 пиксель Побольше Можно вот инструмент Выбор Выбор этой формы Сделать И увеличить на единичку Хорошо И у нас есть черный объект Он никак не меняется Центр Ну, хотите центр Поставьте на центр Это не принципиально в данном случае Итак, что делаем теперь? Выбираем этот групповый слой И включаем маску Создаем в этом слой Добавляющий маску И у нас что-то произошло Сейчас я объясню, что происходит Смотрите В программе От 6-й версии До 11-й В которой я работаю сейчас Правила не меняются Программа всегда Само внизу Создает Маску То есть Слой, который будет Являться маской Все остальные Это обычные маскируемые слои В этом можно убедиться Вот легко зайти Посмотреть Маскируемый В этом тоже Маскируемый слой Потому что программа Не знает, что делать А самый нижний слой Он У программы Добавлен к маске Как вы помните В предыдущих версиях Программа Хоть и добавляла к маске Но галочка всегда стояла здесь Ну это был такой Небольшой баг Программы Хорошо Но что нам нужно Нам нужно сделать Так, чтобы Ну вот изменить этот порядок В общем Потому что Меня он не устраивает Первое, что я меняю Что этот слой Не должен быть маской Потому что Он должен быть Немаскируемым слоем Он должен всегда быть черным А когда-то Он становится белым Но он же все равно Остается черным Да, при любом наведении Поэтому он немаскируемый Вот эта штука Которая у нас была белой Ну вот здесь подсказка такая Он белый Хотя Сейчас мы его просто не видим Этот слой У нас Действительно Является маскируемым слоем Он будет как-то меняться В соответствии Того Как на него наедет маска Что касается Вот этого слоя А вот этот слой И станет у нас маской Ну смотрите Мы вроде все сделали Я вроде все объяснил И вроде все четко должно быть Но у нас ничего не работает Ну я это сразу говорю Что у нас ничего не работает Вот Ничего не сработало Даже при нажатии Ctrl-R У нас ничего не работает Почему? Правила работы в программе Аниме студии Шестой версии Либо более низкой Я просто уже не видел Эту пятую версию Вот шестой версии Далее они не меняются И всегда Слой с маской Должен лежать С самого низу Все остальные слои Здесь могут лежать Как угодно Потом может быть еще Десятки других Слоев Которые тоже Также относятся к маске Добавлены к маске Но Хотя бы один из них Должен быть С самого низу Но желательно Потом в дальнейшем Все слои с маской Опустить на самый низ А потом уже Распределить Остальные слои Каким-то образом Чтобы создавался Нужный эффект Смотрите Мы вроде бы Расположили его Сам внизу Попробуем еще раз И все же Прекрасно работает То есть Вот наш эффект Который мы создаем Можно это Окружность сделать Чуть поменьше Как у нас В ТЗ задано Давайте еще раз глянем Ну нет В ТЗ она такая же Ну вот например Даже так Так будет более наглядно Хорошо Что касается Этого слоя Если вот эта штука У нас будет двигаться Давайте попробуем Создадим анимацию С этой штукой Вот я ее сдвинул Точнее Здесь не сдвигая Здесь я ставлю Ключевый кадр Что эта штука У нас не двигалась Окружность у нас Тоже пока не двигалась Перехожу например В 30 кадр Сдвигая Вот этот слой Здесь же Сдвигая Вот эту окружность Вот таким вот образом И вот наша Структура уже двигается Смотрите Два слоя двигаются И обратите внимание Что вот тот слой У нас белый Двигается только потому Что это референс слой Если бы он таким Не был То смотрите Что можно было бы сделать На этом я завершаю этот урок Но кому интересно Посмотрите еще Одну минутку Что здесь можно сделать Смотрите Я его сейчас удаляю И Давайте Удалю всю анимацию Которая здесь была Вот просто ключи удалю Итак Из этого слоя Я создаю Слой дубликата Обычный Этот слой дубликата У нас будет Маскированным слоем И этот слой дубликата Я сейчас перекрашиваю Другой цвет Я сейчас на нем стою Вот например В красный цвет Мы сейчас этого не увидим Но это Красный слой Так вот Смотрите Сейчас у нас тоже Все работает То есть ничего не меняется Только теперь будет красным Но Как создать анимацию Чтобы эта маска Двигалась вместе с этим объектом Если у нас Такая ситуация возникает Вот мы создаем анимацию Давайте поставим Во-первых Стоп и выключить Что ничего у нас тут Не двигалось на сцене Теперь переходим В какой-нибудь 30 кадр У нас летит окружность Летит У нас двигается этот слой Например Вот таким вот образом Чтобы окружность обгоняла Но этот слой Она стоит на месте Вот Вы можете обратить внимание Что этот слой стоит на месте И вот Собственно он-то у нас и срабатывает Тот слой у нас не меняется Но чтобы тот слой Начал двигаться так же Как и этот Просто копируем ключи В восьмой версии был скрипт Нажимаем Ctrl-C Выбираем два этих ключа Переходим на этот слой И сюда Ctrl-V В восьмой версии был скрипт Который позволял копировать Ключи с одного слоя на другой В десятой и одиннадцатой версии Этот скрипт строили И теперь нету такого гемора Чтобы скопировать ключи С одного слоя на другой Единственное, что на будущее скажу Можно копировать и ключи по костям То есть У нас есть два костяных персонажей Вроде бы они одинаковые Вроде бы ключи можно скопировать Но Все-таки Кости это немного сложнее И чаще всего получается полный бардак Так что Ключи по костям лучше не копировать А все остальное можно смело копировать Со слоя на слой Итак У нас все получилось Я скопировал Этот слой начал двигаться так же Как и вот Оригинальный И все у нас сработало Ну что ж Я надеюсь я ответил на ваш вопрос И до встречи в новых уроках Пока Субтитры подогнал «Симон»